Если все-таки будет смута, какие политические силы, возможно, конкретных людей вы поддержите? Не буду отвечать на этот вопрос. Как вы видите будущее Калининграда? Он останется в составе России или при первой возможности он будет отобран НАТО? Я думаю, не будет он отобран НАТО. Там есть проблема у Германии с утраченными территориями. Конечно, эта проблема загнана в подполье. Но немцы и поляки прекрасно ее помнят, эту ситуацию. И гораздо больше вопрос вызывает, как немцы с поляками разрулят. То есть сохранится ли нынешняя граница или все-таки немцы что-то смогут вернуть. В Калининграде нет, потому что за Калининградом стоит какая-никакая держава. Я лично не вижу такого варианта, ну, по крайней мере, из вероятных, тем более в близком к какому-то обозримом будущем. Думаю, ничего там не будет менять, потому что это и в международном плане, а кому охота усилилась в Германию? Американцам что ли нет, англичанам, французам тоже нет. Вряд ли это получится. Так, посмотрим, пройдемся, если вы не возражаете, по вопросам к стриму из моего ТГ-канала. Очень много вопросов. На часть, я надеюсь, уже ответил. Так, ну, попробуем. Вот интересный вопрос. Вспоминая ваши дебаты 16, 17, 19 года с Навальным и другими, на сегодняшний день вы можете сказать, что они во многом тоже оказались правы. Что без союзников нельзя начинать боевые действия, что попытка пойти на Киев обернется массовыми жертвами и т.д. Любая война – это массовые жертвы. Любая война – это без союзников, она всегда очень тяжела. Вопрос в том, что на любой войне работают как стратегические факторы, так и оперативные, тактические. Говорить, что в словах там или Навального, или еще там кого-то, я, кстати, не помню, что мы обсуждали с ним стратегические какие-то вопросы. Тем по Украине совсем нет какой-то правды? Да нет. Допустим, в вопросах ужасающего состояния с коррупцией в Российской Федерации, я с ним даже спорить не стал. И не спорил, насколько я помню. Ужасающее состояние с коррупцией в Российской Федерации. Которое очень серьезно отразилось и на военной сфере, и на подготовке нашей армии к военной операции. И об этом можно говорить очень долго. В этом отношении у меня с Навальным никаких разногласий нет. У меня полное разногласие с ним в отношении пути выхода из данной ситуации. Потому что, сколько раз повторяю, это современная реинкарнация Александра Федоровича Керенского. Давайте все снесем, а потом наши западные друзья, может быть, нам помогут что-нибудь построить. Ну, с таким подходом лучше ему и дальше шить одежду. Там справедливо наказание или несправедливо, которое он понес. Я вот лично считаю, что нормальные власти бы уже давно бы, ну, по крайней мере, не так себя вели в его отношении. Но если он действительно так продолжит действовать и дальше, или будет упираться в этом, пусть лучше шьет одежду, серьезно говоря. Потому что последствия такой политики станут для России хуже атомной бомбардировки. Или равнозначны. Второй смуты образца 2017 года Россия, как государство, может просто не пережить. Тем более, что у нас и смута 1991 года не так давно была, с предыдущим развалом. Ну, а именно по стратегическим вопросам, ну, что сказать. У нас общий государственный кризис, понимаете. Зачастую на всех уровнях кризис. Рыба сгнила с головы и разложение местами до хвоста дошло. Системные ошибки, они имеют свойство накапливаться и давать, соответственно, эффект намного больше, нежели, как говорится, если бы они были вместе, но не соединены в систему. Поэтому можно было начинать и без союзников. Можно было начинать и даже закладывая заранее большие потери в операцию. С маленькими потерями, я об этом много раз говорил, она в любом случае не обошлась бы. В 2014 году легко, в 2015 тоже еще легко, в 2016 уже тяжело, а дальше уже все большие потери просто были неизбежны. А начали в 2022, когда они стали неизбежны вот просто вот, ну, вот, никак. И все равно можно было решить операцию и выиграть войну в течение, даже имеющимися силами, правильно организованными, при правильном их употреблении, при правильных общегосударственных мерах, сразу предпринятых. Можно было выиграть эту войну в течение уходящего года. И уже сейчас ее заканчивать. Но системные ошибки привели к тому, что тяжелейшие ошибки в планировании операции усугубились ошибками на уровне оперативного командования. А те, в свою очередь, усугубились ошибками на тактическом уровне, вызванными всеобщей некомпетентностью, показухой, неумением, отсутствием профессионализма, которые выросли в рамках системы при Сердюкове и Шойгу, и расцвели пышным цветом, который до сих пор не изжит. Ну, вот все это, как говорится, нельзя обобщать. Если бы я не считал, что Навальный в чем-то не говорит правду, я бы вообще с ним не дискутировал. Просто вообще. Ни с чего бы нужным. Я всегда дискутирую только тогда, когда мне интересно. Или я стремлюсь достичь каких-то целей. Вот с Соловьевым мне, поверьте, дискутировать было совершенно неинтересно. Было бы. Но этим я добивался определенных целей. Хотел добиться. Ну, не сложилось и не сложилось, нисколько не расстроит. Или вы думаете, мне с Педерастом Красовским хотелось дискутировать очень? Он мне был что, приятен? Нет, я добивался определенных целей. Я считаю, что я их добился. Я выполнил свои задачи, а он ушел злющий, расстроенный по-своему с этой передачи, с эфира. Или думаете мне, что Гордон приятен? Да нет. Я выполнял свои задачи, я тоже считаю, что их выполнил. И с Навальным я тоже выполнял задачи, но у меня был интерес к этому человеку. Я хотел на него посмотреть, послушать и понять, что он из себя представляет. Я это понял, больше у меня интереса пока, по крайней мере, к Навальному нет. Если он выйдет когда-нибудь из тюрьмы, я, наверное, бы встретился с ним, опять же, чтобы понять, что на себя представляет. Ну, я не говорю, что он обязан записываться в Вагнере. Я вообще очень, скажем так, много вопросов и к Вагнеру, и к системе этого набора. Есть тема, да, есть. Ну, если вы хотите добавить что-то. Нет, 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 нет. Нет, там с Навальным я просто добавлю, как чисто политический, что он должен делать выбор, он русский политик или украинский. Ну, или он, нет, он марионетка Запада, или он все-таки за Россию. В принципе, то же самое, да. Ну, да. ОДКБ в большей степени был создан для подавления внутренних протестов или союзничества при внешних угрозах. Вот это вот скорее к вам. Вы были в то время во власти, когда создавался ОДКБ. Ну, я там занимался другими, более хозяйственными. Ну, а я-то был вообще там никем фактически, сержантом артиллерии, потом лейтенантом. Да, ОДКБ такая контора, где, ну, вот Россия, она помогает стабилизации всех режимов, какие у нас есть там, да, под рукой. Значит, если, значит, возникают какие-то проблемы, Россия там помогает этим режимам. Зачем он это делает, понять невозможно, потому что, ну, большой пользы от ОДКБ, в общем-то, нет. Ну, да, есть частные вопросы, иногда там, ну, в Таджикистане там, в свое время, я помню, был там в 95-м году, по-моему, значит, там 201-я дивизия. Тогда было, там пограничники были. Ну, там, значит, гражданская война закончилась, возник такой шурум-бурум, в Афгани, в Афганистане тогда тоже был шурум-бурум. Ну, наши там, что-то там, значит, помогли стабилизировать ситуацию. Ну, надо было, не надо, можно спорить. Ну, в принципе, дело, как говорится, гуманное, да, там помогли устаканить мир. Мы потратили ресурсы, что мы получили взамен за это, ну, не знаю, да, не думаю, что мы что-то серьезное от этого получили. Ну, Россия в целом тратит часть ресурсов, в том числе через ОДКБ, на стабилизацию Средней Азии и Казахстана. Ну, там Белоруссия, в принципе, с другой стороны, в принципе, тоже самая. Ну, там, с Арменией там более сложная, потому что мы вроде бы тоже помогаем, но наша помощь, она не предотвратила новую войну, к сожалению, там. Ну, вот эта форма, значит, растрата наших ресурсов. Что мы за это… – Имеем? – Да, имеем. – Проблемы. – Это объяснить внятно ни один человек пока еще не смог. Может быть, что-то имеем, да, я не знаю. – Ну, может быть, кто-то имеет. – Может быть. – Давайте, мы с этого не имеем ничего. Мы имеем только головную боль и потери. – Ну, расход ресурсов, да. – Да, кто-то, вот, я думаю, очень хорошо с этого имеет. Ну, ладно. В общем, я не готов ответить на этот вопрос, отвечать. Донецк и Луганск, их пригороды защищены мощными укрепрайонами, поэтому СОУ практически нет шанса захватить их будущим военным путем. Так ли это? Укрепрайоны всегда сильны теми, кто их защищает. Это военная аксиома, начиная с начала времен. Самые лучшие укрепления, защищаемые слабыми или необученными, или слабыми духом войсками, берутся на раз решительным и готовым к жертвам противников. Именно поэтому я скептически отношусь к линии Суровикина. И именно поэтому я считаю, что именно Донецк и его окрестности будут чрезвычайно тяжелыми, крепкими орешками для ВСУ в случае, если они попробуют их брать. Они, кстати, периодически посмотрят, как там, типа, не передохли ли шахтеры-то. Потому что именно там сражаются люди, которые понимают, за что они воюют. Отвратительно снабженные, хуже всех вооруженные, отвратительно управляемые, просто отвратительно, даже хуже, чем российские вооруженные силы. Расходуемые по принципу, идите вместо нас, типа, а мы, россияне, постоим, посмотрим, как вы повоюете. Но тем не менее, мотивированные, которые умеют сражаться, передают друг другу опыт, в которых уже выбит весь почти кадровый состав, с которым начинали в феврале 22-го. Но где он прирос за счет добровольцев и за счет мобилизованных, которые встали в строй и обучились уже, и научились, переняли опыт старших товарищей. Именно этим силен Донецк. Именно этим силен Донбасс. Сил на то, чтобы выпихнуть многократно превосходящих укров из-под города у бывших корпусов нету, но уж сражаться с тобой в обороне они умеют. И именно там укром тяжелее всего атаковать. И поэтому-то они там ни разу и не атаковали. Пока еще, всерьез, по-крупному масштабу. В чем разница русской весны 14-го от СВО и русского мира 22-го? Я не слышал ничего про русский мир 22-го года. Я думал, что никто нигде ничего не говорил. Владимир Владимирович сказал, что про русскую весну он хотя бы говорил. И даже, кстати, в 22-м снова вспомнил. А про русский мир он не говорил вообще, по-моему, ни разу. Вы ничего такого не слышали. Нет, я же говорю, русские карты не разыгрывают. Осенью сейчас... Про русскую весну... Значит, осенью там немножко вот с этими референдумами в эту сторону крен определенный произошел. Да, но как только задача была решена, опять хоп и замочек, наверное. Нет, ну, есть еще там примеры. Например, раньше все, значит, вешали флаги. Даже чаще, наверное, так называемое знание победы. То есть это флаг СССР, если по-русски говорить. Значит, флаг СССР и флаг России. Ну, в чем был смысл вот этого флага победы? Трудно сказать, потому что победу так мы и не одержали, ну, крайне, как известно. Пока, по крайней мере. Ну, по крайней мере, пока. То есть я, честно говоря, считаю, что такая двойственность ничего хорошим не приводит. Потому что это воспринималось как флаг СССР, красный флаг. Ну, как, извините, так оно и есть. Что он дал пропаганде, я лично не вижу. Все должно быть по военной психологии. Значит, ну, надо учитывать ее. Почему вот есть такие проблемы? Потому что вот одна ошибка, вторая, и все получается вот такой кишечный. Кишечные ошибки нарастают и дают кумулятивный эффект. Ну, они частично исправляются. Слава богу, сейчас с этим стало лучше. Ну, они же как бы вот такую... Я не заметил, чтобы особо лучше. Нет, ну... Скажите, пожалуйста, если смысл в том же январе, то есть в будущем, я так понимаю, провести мобилизацию до миллиона, разместить их подальше в безопасных местах, обучить до лета и за это время нормально экипировать и потом предпринять массируемое наступление в неожиданном месте. Скажем, удар по Одессе Николаеву. Ну, наверное, есть... Естественно, что если мы хотим победить в этой войне, то никакими 300 тысячами мы не обойдемся. Если мы хотим создать превосходство, решающее над противником, понести как можно меньше потерь, потому что чем больше превосходства, тем меньше потерь несет выступающие в итоге проводимых операций. И одновременно обезопасить себя от вторжения НАТО, потому что нам надо будет обязательно держать при разгроме Украины крупные резервы, чтобы НАТО не получило, как говорится, приглашение просто заехать в Петербург, допустим, из Эстонии или, допустим, в Минск, из Литвы и так далее. И нам все равно придется доводить армию до очень серьезных значений и призывать столько же или там, может быть, даже вдвое, втрое больше, чем уже призвано. Естественно, их надо будет нормально вооружить, нормально обучить, но лучше это проводить не в рамках одноразовых кампаний, как у нас привыкли. Там что-то сделали, щелк и застыли, и ждем эффекта, а вось он будет. А это надо проводить в режиме нормальном, в системном режиме, в постоянном, что, опять же, невозможно без понимания, что мы хотим добиться в ходе этой военной операции. Мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо, бо разом мы сила. Підпишіться на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар та поширюйте цю информацию. Підпишіться на канал, ставьте лайк, пишите. Продолжение следует...